Здарова друзья и добро пожаловать на новый выпуск игр для слабых ПК, где я рассказываю вам об относительно нетребовательных новинках, которые вышли совсем недавно. Для топа я отбираю игры, у которых в основном положительные отзывы, но помните, что все это конечно же очень субъективно, и какие игры считать годнотой, а какие нет решать только вам. Так что усаживайтесь поудобнее и... погнали! А перед началом этого видео я хочу порекомендовать тебе замечательную игру World of Warships, с масштабными морскими сражениями, эпичными взрывами, топовым графоном, реалистичной физикой повреждений и многим другим. Она идеально подойдет для интерактивного отдыха. Ну а если ты прямо сейчас перейдешь по ссылке в описании, то получишь премиальный крейсер Албани и 2 миллиона серебра в подарок. Зальем свинцом этого долбови... Огонь! Райсинг глайдер Это одиночные и очень необычные гоночки на глайдерах. Вернее на глайдере. Ведь в этой игре у вас даже противников не будет, а просто заезды на время. Что кстати странно, ведь игра создана на движке CryEngine, и вы сами сейчас видите уровень ее графики. Скажем так, она хорошая. Могли бы добавить в игру больше контента, но как говорится и так норм. Любители точно оценят. Death Files Battle Royale of Disaster. Эта игра находится в жанре королевская битва. Основа игры в принципе такая же, как и в PUBG. Графика тоже очень похожа. Игроковы все так же 100. А основным различием, пожалуй, является то, что действия битвы происходят в окрестностях извержения вулкана. Поэтому в любой момент вас может накрыть куском лавы. И еще на карте находится огромное количество пожарной техники. Плюс возможен крафт. Так что если есть желание, обязательно оцените. Juicy Realm. Это приключенческий экшен с многопользовательским режимом игры аж на 100 человек. Поэтому пока что очевидно одно. В этой игре вы точно сможете повеселиться с друзьями. Ну и кстати, одиночный режим здесь тоже есть. Так что не волнуйтесь, вы точно найдете чем здесь заняться. Заинтересованы? Тогда вперед. Hyper Fighter Boost Mode On. Это очень динамичный, яркий и красочный экшен, в котором вам предстоит летать на сверхтехнологическом истребителе. Уничтожать огромное количество врагов и сражаться с гигантскими боссами. Игра в меру хардкорная и длинная. Плюс в ней вы сами сможете создавать себе небольшие испытания. Пожалуй, ее единственным минусом является отсутствие онлайна. Но и одному заскучать здесь сложно. Если любите игры подобного жанра, обязательно оцените. City of Brass. Это драйвовый экшен от первого лица с приятной графикой, длинными уровнями, уникальными противниками и интересным сюжетом. Впрочем, думаю, вы и так все это видите, смотря на геймплей. Он действительно очень хорош. Что неудивительно, ведь над игрой работало несколько выходцев из студии, которая ранее приложила руку к Байошоку. В общем, игра офигенная. Отзывы у нее положительные и поиграть в нее однозначно можно. Draco Ring of Elements. Это мультиплеерный приключенческий экшен в стиле стимпанка. В этой игре вам вместе с другими игроками предстоит охотиться на механических зверей. Да, как вы поняли, обычная живность вся вымерла. Но откуда-то не возьмись появились роботы-зверей. Лор игры должен будет вам все это объяснить. Графика у игры норм, геймплей тоже хорош, да и с друзьями в это точно будет весело играть. Обязательно опробуйте. Deep Dark Dugion. Это инди-слэшер, в котором вы спуститесь в темные подземелья и, следуя их, будете убивать толпы различных монстров, которые будут набегать на вас со всех сторон. Игру можно пройти как одному, так и с лучшим другом. Да, в игре есть кооп, но не мультиплеер. Так что зовите своего лучшего друга и проходите эту игру вместе. Так ведь намного веселее. City Patrol. Police. Это симулятор полицейского патруля. В игре вам предстоит патрулировать окраины города и отлавливать правонарушителей, которые повысили скорость и решили удрать от полиции. Также вы можете поучаствовать в полноценных уличных гонках, в роли полицейского, конечно же, и отлавливать правонарушителей одного за другим. В общем, игра однозначно зайдет любителям гоночек. Если нравится подобное, тогда оцените. Raging Justice. Это классическая игра в жанре Battle Amp. Отличающаяся от всех остальных широким размахом. По сюжету город погружен в хаос. Преступления и коррупция распространились как никогда. Громилы безумствуют на каждом шагу. Так вот, лупите этих негодяев кулаками и ногами. Сражайтесь с ними, продвигаясь по смертельно опасным улицам, чтобы навести в городе порядок и восстановить справедливость. Siberia. Это увлекательная и продуманная игра-головоломка. В этой игре вам предстоит решать действительно очень сложные задачи. Перенаправлять своих врагов друг на друга, убирать преграды, разбирать турели, обходить лазеры и много чего другого. В общем, думать вы здесь будете очень и очень много. Так что, если вам нравятся игры подобного жанра, не проходите мимо. Welcome Back Daddy. Это хоррор от первого лица, в котором вы будете бродить по дому и избегать ужасных тварей, которые хотят вас найти и, конечно же, убить. Атмосфера у игры мрачная, звук идеальный, графика тоже норм. В общем, по части хоррора всё отлично. Особо впечатлительным, конечно, рекомендовать не стоит, ну а вот любители хорроров точно оценят. Like Raiden. Это ещё одна игра-головоломка, только на этот раз от первого лица и с полноценным сюжетом, в котором вам предстоит разыскать свою пропавшую сестру. Графика у игры замечательная, головоломки действительно заставляют думать, дизайн уровней тоже потрясный. По игре можно просто бродить и наслаждаться красотами. Она полностью одиночная и у неё замечательная атмосфера. Так что, думаю, этот качественный сингл вы можете оценить. Hate Guardian. Это хардкорный боевик о мире вечной зимы. В поисках последнего бастиона человечества вам предстоит пройти замёрзшие руины нашей цивилизации. Выжить на этом пути смогут лишь самые отважные, опасные мутанты. Ограниченные ресурсы и даже сама природа станут испытанием ловкости и ума. В умирающем мире некому вас жалеть. Приготовьтесь сражаться за свою жизнь. Odium to the Curve. Это одиночный инди-платформер с изумительным музыкальным сопровождением, но зловещим однотонным художественным стилем. Пройдите опасные и насыщенные музыкальным напряжением уровни, чтобы побороть распространяющуюся заразу, которая может поглотить весь мир. Гхоул. Это ещё один очень атмосферный и графонистый хоррор, в котором вам предстоит исследовать разные уровни и не попадаться огромной чёрной твари, которая может вас убить за считанные секунды. В общем, запасайтесь терпением и если вам нравятся хорроры, тогда обязательно оцените, вам точно понравится. Albion Online. Это MMORPG-песочница в фэнтезийном сеттинге, где присутствует управляемая игроками экономика, боевая система без привязки к классам и постоянные PvP-сражения. Исследуйте огромный открытый мир, который наполнен разными опасностями и хранит множество секретов и загадок, которые как раз таки вам и предстоит решить. Так что собирайтесь вместе с друзьями и вперёд на поиски приключений. Aiden Rising Supremacy. Это приключенческий экшен с видом от третьего лица. Объединяйтесь с друзьями, чтобы завоевать дикую землю Aiden Rising. Входите в роскошный и опасный мир Aiden, усыпанный странными руинами и являющийся местом обитания диких существ. Война между этими двумя силами не велась на протяжении тысячелетий, но ваше прибытие в этот мир разбудило древнюю вражду между машинами. Так что теперь вам предстоит навести в этом мире порядок и конечно же выжить. House Flipper. Это неплохой симулятор ремонта. Выбирайте себе домик, наводите в нём порядок, ломайте стены, выбрасывайте мебель и по новой начинайте всё это застраивать и менять в лучшую сторону. Возможностей в игре очень много, графика неплохая. В общем полный функционал ремонта в вашем распоряжении. Сделайте такой ремонт, о котором давно мечтали. Far Lone Siles. Это приключенческая игра про путешествие на необычном корабле по высушенному аду. Ваш корабль уникален тем, что движется по высушенному морскому дну, по следам некой процветающей цивилизации. Вам нужно продолжать движение, даже несмотря на ряд препятствий на вашем пути и трудные погодные условия. На пути вы будете попадать в разные неприятные ситуации и вам предстоит решать проблемы по мере их поступления. Так что вас ожидает длинное и увлекательное приключение. Обязательно оцените эту игрулю, если она вам конечно приглянулась. Вьетконг. Это сурвайвл шутер от первого лица с элементами выживания, действия которого разворачиваются во Вьетнаме, в окрестностях Митхо. Графика у игры отличная, выживать здесь интересно, геймплейных фишек много, так что я думаю вам стоит поиграть в эту игру. Ну а на этом пожалуй все. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео и вступайте в группу ВКонтакте. Там вы найдете много интересных новостей по фильмам, играм и сериалам. Всем удачи друзья и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok